Естественно, нет вредных выфросов ни в море, ни в воздух. Что касается климата. Значит, климат у нас здесь достаточно очень засушливый. Да, я думаю, что, наверное, обратили на это внимание. Но, тем не менее, у нас здесь простаёт очень много растений, которые, на самом деле, вы не найдёте ни в одном уголочке мира, а только здесь, на сенайс-поплодстве. Именно к таким растениям у нас даже относятся такие две знаменитые травки. Одна у нас называется хабок, а другая у нас называется мармария. Хабок, ну, я бы так сказала, по вкусу, вот немного напоминать мне о том, вот только более сладкое. Мармария, ну, такое невзрачное растение, даже немножечко напоминающее шалфей. Почему я стала об этом говорить? Если в течение вашего отдыха у вас получится выбраться на экскурсии, которая будет связана с бедуинами, ну, как правило, да, там катания на верблюдах, катания на концы, или ужин в пустыне прямо у самих бедуинов, вот у вас будет такое небольшое соприкосновение с их миром, и вы увидите, что бедуины здесь живут достаточно очень скромно. Во-первых, у них нет никаких коттеджных домов. Образно говоря, их недом будет 2 на 2 метра. Просто, если вы представьте, 3 на 3. У них, кстати, может отсутствовать крыша, точнее-то электричества нет, холодильника. И вот такой вот любимый вопрос, мы в своем время был со стороны туристов, говорили, а как же они лечатся? Вот, ребят, я сейчас уже отвечаю всем сразу, что они находили и до сих пор находят под своими ногами, кто для них подлужит лекарство. А в особенности именно вот эти две травки, которые даже получил такое название, как бедуинский чай. И вот этот вот бедуинский чай, как решать для них сразу же ряд проблем. Получает память, вкусственную деятельность, справляется со злухом, когда боли в горле, кашель. И когда сейчас уже сами египтяне узнали о целебных словах этого чая, стали предлагать его в любом КВ. Чай, ну, на мой взгляд, я вообще считаю, что он очень вкусный, поэтому, если у вас есть возможность, обязательно помните, угощайтесь. Но истинно, знаете, я скажу так, тех пропорций, как сами бедуинами заваривают, на самом деле ни одно кафе не способны передать имя на год. Истинно, должен быть кто-то включает. Климат также идеально подходит для такого цветочка, как жасни. Смотрите, тоже часто на территории отеля можно найти такое дерево, называется буддийский жасни. У него будут такие, знаете, белые цветы, желтая сердцевина. И наоборот, прям такие вот небольшие пустарники и мелкие-мелкие белые цветочки. И вот, чтобы вы знали, ребята, Египет экспортирует практически 50% масла жасмина и в Америку, и во Францию. Значит, также здесь, ребята, вы можете еще увидеть такие растения, например, да, вот, как жажоба. Вот мы еще часто слышим, да, говорят, масло жажоба. Но на самом деле, когда его добывают, по консистенции оно не будет похоже на масло. Это будет такой вот жидкий воздух, который бывает из-подом этого кустарника. Сам кустарник высоту достигает где-то 3 метров, а корни в поисках воды входят глубоко в землю, аж на 9-10 метров. Это пустынное растение, которое на самом деле можно встретить только в трех уголочках мира. Мексика, Аризона и как раз они здесь и гибкие. И последнее растение, я думаю, что тот, да, тоже ваше внимание, на самом деле вы настолько все его хорошо знаете, но лично у меня даже ассоциация с детством. А здесь египтяне очень любят называть его королеву пустыни. А название у него будет такое, алоэ вера. Вот целебное свойство алоэ веры, они известны еще в древнейшие времена. И в особенности очень широко использовались для египтяных. Вот мы сейчас с вами вспомним, такими на как-нибудь, как и клеопат, да, совначально. Именно вот эти две египетские царицы любили использовать алоэ вера в своих косметических процедурах. И до сих пор, смотрите, сейчас алоэ вера отточат и не как за здоровый увлажняющий крем по составу, либо как средство против солнечных ожогов. Что касается Египта. Египет, ребята, это страна третьего мира. Это развивающаяся страна, но как они судят, по уровню дохода на площадь населения. Почему-то Египет остается страной третьего мира. Давайте немножко расскажу вам об этом. Первое, у нас здесь отсутствуют какие-либо посуды, которые мы все с вами привыкли.